1 апреля это не только день призывника, но и всемирный день смеха, отмечаемый во многих странах, в том числе и в России. Точная дата появления его неизвестна. В нашей стране первый массовый розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатые зазывали горожан посетить неслыханное представление. Когда зрители собрались, на сцене открылся занавес и все увидели плакат с надписью «1 апрель, никому не верь». Разыгрывают ли саратовцы друг друга в день смеха? И какие шутки самые популярные, выяснила наша съемочная группа. У вас спина белая. У вас спина белая, да? Сказали, что мой молодой человек уедет в Москву работать, оказалась шутка. Я включила будильник к своему брату и он проспал свой университет. На море мы отдыхали с женой, у нас был столик такой, постоянно две девушки приходили, курили зажигалку эту и дым все время к нам в окно. Я купил такую зажигалку, положил, шарахнул их током, больше они к нам не приходили. У нас обычно дедушка звонит, бабушка говорит, что он либо кошелек потерял, либо паспорт, либо улетает куда-нибудь срочно в командировку. Она каждый год верит, уже лет 20. Сейчас учимся на повышение квалификации. Я себе сказала, что директор будет присутствовать на экзаменах, а все поверили. Преподаватели пытались немножко разыграть, но у них не получилось. Рассказывали выдуманные истории и тем самым спрашивали, узнавали наши знания. Не удалось, не удалось, нет. В далекие школьные годы я спрятался, например, в школьную доску и вылез посреди урока. Было довольно весело. Нас сегодня разыграли старста. Нам сказали, кто в бассейн не ходит, тот к Нагоге идет, а потом к Слабожниковой. А это, в общем, как директор по воспитательной работе и потом вообще директор института. Ну, короче, мы очень сильно испугались, серьезно. В пятом классе мы намазали доску мылом и спрятали все в гардеробе. И тем самым сорвали урок учителю. С первым апреля!